Радио 54 Все ищут подход к животным, и, конечно, часто люди, приходя на эту работу, спустя достаточно быстрое время осознают, что это не то, что они себе представляли, и сами отказываются от нее. Потому что, конечно, это кропотливый труд, конечно, это не только взмахи руками и красивые аплодисменты на сцене, это еще и много-много-много включающих, на которые зачастую люди не готовы. И, наверное, уже об этом идет речь, когда мы говорим, что ни животные не принимают людей, а люди не принимают и не понимают этой работы и профессии как таковой. У вас свисток. Вы с ним всегда с собой. Да, на шее висит. Что это за свисток? Это специальный, да? Да, это специальный свисток, который слышен и человеку, и дельфинов. Благодаря нему мы общаемся с животными. Дело в том, что дельфины, они не слышат человеческого голоса. Все команды мы подаем им жестами. А чтобы закончить какой-то элемент, мы даем им свисток. Свисток означает, что действие, которое сделали животные, сделано правильно. И сейчас за это действие они получат рыбку. На представлении вы можете слышать много-много свистков, а дельфины могут съесть много и много рыбы. Пожалуйста, можно продемонстрировать? Только подальше от микрофона. Ух ты! Ужас! Нужно вот так, да? Вот как-то дельфинов. Уже не нужно, в этот момент нужно прекратить так делать. А, а, то есть я говорю, и-и-и, свисток, и все, тишина. Замолчаю. Все, значит, все сделано правильно. Но это интересная работа. Да. Вам все нравится? У меня не было другой. Вся моя жизнь. То есть тигров никогда не хотели дрессировать? У нас есть львы, морские львы. Не имею в виду сухопутных. Поменять вот что-то новенькое. А дело в том, что вы, наверное, знаете, есть такая вещь, профессиональная деформация. Это да. Человек, который проводит большую часть жизни на работе, занимаясь тренировкой животных, он тренирует и людей вокруг, и себя, иногда даже сам. Поэтому свисток всегда с вами, я помню. Понятно. У нашей звездочки-моржихи Тики появился новый реквизит. Это магическая шляпа. Мы надели ее на Тику, сфотографировали ее, даже почему-то показали эту фотографию самой Тике. И, видимо, что-то произошло. Может быть, Тика решила, что шляпа ее полнит. Что-то пошло не так. Что-то пошло не так, да. Потому что, когда мы шли мимо ее вольера, потом мы увидели, как Тика в свободное от работы время качает пресс. Видимо, что-то на этой фотографии ее натолкнуло на эту музыку. То есть они еще и мне шоу развлекаются теми же способами. Какая прелесть. Так, пора садиться на диету. Почему мы раньше этого не показали? Показали фотографию на свою голову. Радион 54 Твой дом. Твоя область. Новосибирск. 106,2 FM.